Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинцы. Коротко про сегодня ранок. Детальная доповедь главкома Сырского. Состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, привлеченного к этим боям. Также я хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество применяемой оккупантам артиллерии, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров, от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России. Провел сегодня ставку. Несколько вопросов было. Основное – защита нашего неба. Есть неплохие результаты по укреплению ПВО, и будем наращивать соответствующий опыт. Мы готовим дальнейшее организационное и техническое усиление системы мобильных огневых групп, а также работы с дронами. Очевидный приоритет. Была сегодня встреча с руководителем европейской дипломатии Боррелем. Наши отношения с Европейским Союзом. Наше взаимодействие. Очень важная новость. До конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине миллиона снарядов для нашей артиллерии. Сегодня же провел встречу с министром обороны Эстонии. Недавно из-за российского удара шахедами по Киеву был поврежден дом, в котором расположена резиденция посла Эстонии в Украине. Это одно из многочисленных доказательств того, что нам необходимо значительное усиление не только защиты от российского террора, но и давления на Россию ради ограничения ее военного производства. Каждый шахед, каждая ракета, которая использует Россия, это в основе своей компоненты, которые поставляются в обход санкций. И в следующем санкционном пакете Европейского Союза важно ударить, в частности, по схемам обхода санкций. Все, кто продолжает подобную торговлю с Россией, должны четко понимать последствия. Мир благодаря силе – это, в частности, благодаря силе санкций. И только что говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Поздравил Анджея и весь польский народ с Днем Независимости. Украина благодарна за всю поддержку Польши с первых дней полномасштабной войны и по сей день. Независимость и для Украины, и для Польши – это сила, которая укрепляет оба наших народа и которая может быть на 100% эффективной только в нашем сотрудничестве, только в поддержке друг друга. Польша, спасибо и поздравляю тебя. Спасибо всем, кто помогает Украине. Слава нашим людям. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Продолжение следует...